Москва, 7 июнь, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в 16-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. Общение главы государства с гражданами начнется в полдень. Его будут транслировать Первый канал, Россия-1, Россия-24, ОТОР, радиостанции «Маяк», Вести ФМИ Радио России. О дате прямой линии с президентом России Владимиром Путиным было объявлено 27 мая. За прошедшие дни от россиян поступило около 1,5 миллиона вопросов. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая, состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году россияне задали президенту уже около 1,5 миллиона вопросов. Зал без зрителей. Ежегодное общение президента с гражданами в этот раз будет иметь некоторое отличие по сравнению с предыдущими. Впервые в зале будут присутствовать волонтеры. Для них будет специальный сектор. Операторы колл-центра продолжат принимать звонки непосредственно во время мероприятия. Интерактивные экраны в студии могут одновременно принимать до 45 видеосигналов. Туда будут выводить СМС и ММС. В этом году в зале в гостином дворе не предусматриваются места для зрителей, которые в прошлом могли задать вопрос президенту. Утром среды количество звонков с вопросами на прямую линию превысило 760 тысяч. Более 300 тысяч вопросов поступило посредством СМС. Более 30 тысяч. Путем ММС сообщений. Через специальное приложение пришло более 9 тысяч видео. Около 6 тысяч. Посредством видеориологов, возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 140 тысяч раз. Россияне также задают вопросы через социальные сети. В таком виде поступило около 40 тысяч сообщений. На связи с губернаторами прошлое, 15-я прямая линия продолжалась 4 часа. За это время глава государства успел ответить на 73 вопроса. После нее обращения и жалобы граждан конкретных регионов передавались губернаторам. На встрече с главами субъектов президент приходил с зеленой папкой. В этот раз подобная работа продвинется еще дальше. Путин будет разрешать спорные ситуации прямо в телеэфире. Для ответа на жалобы и обращения граждан президент будет в прямом эфире держать связь с губернаторами и членами правительства по видеоконференции. Еще до прямой линии вопросы и обращения граждан направлялись руководству регионов и министерств. А некоторые из них и вовсе решили поучаствовать в общении на права граждан. Например, мэр Новосибирска Анатолий Локаль записал видеообращение, в котором просит главу государства помочь с достройкой метрополитена. Губернаторам и министрам придется быть на своих рабочих местах на случай, если президент решит с ними связаться. Майский указ и прошенные РИА Новости парламентарии полагают, что центральное место в вопросах и обсуждении к ходе прямой линии займут майский указ президента и обнародованная им амбиционная программа преобразований в ключевых отраслях экономики. Мне представляется, что будут затронуты не только самые обсуждаемые сегодня проблемы, например, рост цен на бензин или изменение пенсионного возраста, но и те, что связаны с достижением национальных целей и стратегических задач развития страны, сформулированных в майском указе президента. Сам указ в определенной степени отвечает на актуальные вопросы. Поэтому на этот раз, вероятно, предложение от граждан будет больше, чем обычно, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карилова. Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов рассчитывает, что президент расскажет о кадровой составляющей правительства в деле реализации экономического рывка. Ждет разъяснение от главы государства о том, насколько реализуемы поставленные задачи, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Сенатор Олег Морозов убежден, что майский указ и задачи, поставленные президентом в послание Федеральному собранию, обойти вниманием никак не удастся. Не удастся обойти и обсуждение ситуации в мире и внешней политике России. Эти вопросы, отмечают парламентарии, волнуют большинство россиян. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитики и делам ветеранов Ярослав Нилов, ЛДПР, например, убежден, что вопрос международных отношений обязательно будет поднят неоднократно. В числе других ожиданий парламентариев, вопросы повышения пенсионного возраста, цифровизации страны, развития таких отраслей, как авиа и станкостроение, ситуация на Украине. Многие парламентарии считают удачным решение о новом формате прямой линии, который позволит подключать к разговору и глав регионов. Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов. Ошеломляющий эффект прямая линия продолжает совершенствоваться. Ожидаемые во время эфира видеоконференции с губернаторами и членами правительства будут иметь ошеломляющий пиар-эффект, а под некоторыми главами регионов после этого могут зашататься стулья, считают политологи. Опрошенные РИА новости. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что формат прямой линии превратился в публичный институт. С одной стороны, президент имеет возможность транслировать и формировать определенную политическую повестку дня, с другой стороны, он получает возможность обратной связи. По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, эта прямая линия будет иметь ошеломляющий пиар-эффект. Если президент во время общения с населением действительно будет соединяться по конференц в связи с губернаторами и членами правительства при поступлении жалоб от россиян. По словам аналитика, есть ряд регионов, где проблемные ситуации не решены, и если негативные оценки граждан из этих субъектов прозвучат во время прямой линии, то не исключены и последующие отставки. Продолжение следует...